Так, Джемотэ, гостевой проезд, ребята, но людей здесь, честно, видите, поменьше, чем на первом проезде или в Витязево, потому что есть места между ними, можно найти, где прилечь, поэтому спокойно можете на гостевые проезды приезжать. От чего, можете сказать, лечиться с водорослами? У меня вообще коленки болят, я положила, знаю что, лечебный эффект от них есть, для профилактики попросила первый раз. Добрый день, дорогие друзья, солнечные, привет вам из Анапы, Джемотэ, мы находимся между Феей 3 и сзади меня Солнечные. Мы сегодня с вами смотрим гостевой проезд, кривой проход, столовые, торговые точки, цены на фрукты, овощи и что там творится на пляже. Я уже могу сказать, что температура воды на утро 24,1, температура воздуха 33,35, на солнце довольно-таки жарко, под тучками попрохладнее. Дует ветер, восточный, он у нас 8 метров в секунду, ждем вас, приезжайте. Ну а мы начинаем наш обзорчик, надеюсь на ваш лайк, комментарий и хорошее настроение, ведь вы на это способны, точно, без сомнения. Кукшу кукурузу забрал с собой, здесь идешь, прям вот поваляется. Мы с вами говорим о том, как нам не нравится мусор вокруг, а ведь это все создают люди, такие же, как ты и я. Мы говорим на одном языке, но вот почему-то они позволяют себе это делать. Я сегодня поднял тему в телеге о том, что у нас по Пионерскому проспекту практически нигде нет ни мусора. Вот видите, там стаканы стоят, там бутылка валяется, ни скамеечек, никакого благоустройства. Это позор для администрации Анапы, что они могут заставить большие санатории этим заниматься. Очень грустно, что так происходит. Здесь у нас съезд на базе отдыха Лукоморья находится, грузинская кухня. Ребята только открываются. Время на часах 9.41, 11 июля. Здесь у них столовая, можно, кстати, посмотреть, что по ценам. Мне вот такие вот прям нравятся. Борщ кубанский за 90 рублей, например, можно поесть. И первые гости уже пошли сразу же вовнутрь. Может быть, тоже что-нибудь перекусить. Ладно, я потерплю. Возможно, сходим с вами поесть в секретной столовой в конце, потому что вкуснейшее место. Тут у нас виноград. Уже скоро начнет даже первый ранее появляться местный. Этого очень ждем. Шашлычные, разнообразные. В общем, с левой стороны фонтан. И там бар Кисмет или ресторан Кисмет называется. Вот у нас везде продают пиво, соки, воды, напитки и закуски. Лимонад 60. За пол-литра пива от 70 начинается. Может быть, еще это дешевле. Я просто первую цену, которую увидел. Экскурсии предлагают. Арбуз по 45. Фрукты, овощи. Такие лоточки. Мини-точки. Кофе Американо за 100 рублей. Тортики продают. Жалко, я кофе бы взял бы. Но только никого нету. На этой точке. Питра. Тоже шлепки. Подготавливают ребята. Коктейльный бар. Шаурман, угляха. Такие цены. Тоже не работает еще. Мы, кстати, доходим уже до кривого прохода. Но мне хочется начать все-таки с гостевого. А здесь просто инфраструктуру под снимем, как она выглядит. Очки. Еще чаи, еще фрукты, овощи. Подготавливают ребята. И вот там кривой проход. Видите, как ручейком туда стекается народ. С той стороны у нас кафе столовая империя. Раньше не было. Мусорка. Свалка. Вот я еще раз говорю, позор. Просто позор. Ребят, 10 утра, люди идут, видят и чувствуют запах. Вот этот бонни просто меня убивает. Это до чего город довели. Мне пишут, чем больше людей, тем больше мусора. Ну, соответственно, тем больше все зарабатывают. Поэтому хотелось бы, чтобы все работало так, как надо. Если не работает, то это прям очень печально. На самом-то деле, ведь не так вообще много надо организовать работу в службе. Если не дорабатывают, менять эти службы. Ну, уже из года в год становится только хуже. Ладно, первый год что-то было не так. Мусорные пакеты по дороге валяются. Здесь у нас курортный отель Олимп находится, ребятки. И мы идем дальше. Каравеллон отель. Продукты. Магазинчик. Курортный отель Олимп у нас с Вилой Валерией. Здесь меня-то чуть-чуть испугали с фотографиями. Дальше у нас бар. Тоже еще один коктейль. Слушайте, сколько всего повторяется. То есть, если вы где-то в одном месте не купили, то дальше вас обязательно уговорят. Сегодня, кстати, попробовал первую купорозу на Черноморце. Там было вкусно, классно. Тут уже выставка-продажа. Вроде как без цен. Ну, хотелось, чтобы цен все-таки было побольше. Вот на гостевой мы идем, там у ребят все вроде как подписано. Мне это очень нравится. Еще экскурсии, напитки. Арбуз по 45. 200 персик, 150 есть персик. Одежда разная. Ну, правда, это же ребята. В общем, в принципе, мест, где что-то покупать, есть много. Главное, чтобы денег ваших хватило вам на это. А тогда, как говорится, вы домой везете полные чемоданы. Можете целый поезд себе загрузить. Лишь бы в нем хватило бы... Да, расти. Лишь бы в нем в этом поезде места хватило. Как зовут вас? Привет, Асханглопатия. Очень приятно. Как вам тут отдыхается в GMT? Я бы ехала чуть-чуть поработать. А, удачной вам работы от души. Спасибо. Смотрите, ценность. Ценность, смотрим, там и дурчики, и гурчики прям большущие. Все видно. И вот это, что мы... Сад-гигант, ребята. И вот это выставка рыбы. Их, смотришь. Прям... Ай. Запомните его, приходите в сад-гигант. Тут будет круто. Тут также игрушки. Рыбка, конечно, вот я всегда радуюсь, когда в такой чистоте, красоте все содержат. В таких местах прям приятно покупать. Тем, кто приехал работать, желаем, чтобы все у них получилось. Пасты разные продают здесь. Эх, друзья. Идешь и думаешь, может, все-таки поесть. Столовая. Прошлый год не был. Поза прошлой. Вроде бы, или поза-поза прошлой. Показываю. Чайка называется. Здесь разные кухни, но еще никого нет. А нет, первые покупатели уже есть. Выбор здесь и пива, и пицца продаются. То, что по 260, плагман 260. Любля Моплор по 100 рублей. То есть выбор довольно-таки большой. Все подписано за стеклышками. Красиво, классно. Чего еще надо? Выбор большой. Здравствуйте. Помещение огромное. Ну, готовили тут вкусно, когда я ел. Сейчас, если вы ели, пишите сами, пожалуйста, ваши отзывы. Будет приятно узнать от вас. Если я буду в каждой столовой есть, сюда база Динамо 2, вход, то буду как колобок кататься. И так хватает мне уже по вечерам поесть. Тут шашлык. Можно посмотреть, что-то, о чем ребята готовят. Копис на беды по 300. И цены на мясо. С шашлык из сонги за 300 из простой сюнины прям не найдешь. И за стеклом, чтобы вас дымом не было делать. Здесь готовят кексы горячие. Пиво на розыск правой стороны. А дальше у нас клубо-годичный, магазин круглосуточные продукты. Сырок тоже продают. Всякие ювелирку. И мы доходим до гостевого проезда, где у нас красиво плавают рыбки. Выглядит это очень хорошо. Тут у нас кипарис. Кафе. И дальше проход на гостевой проезд. Но я впервые, наверное, буду делать что? Я буду переходить гостевой проезд туда дальше. Чтобы зайти сначала в столовую номер 7. Обожаю показывать, насколько много людей, ребята. Здравствуйте. Хорошего отдыха. Наши люди везде. Это прекрасно. И столовая номер 7. Пойдемте. Да? Врыв такой. То, что здесь есть аптеки, это и так понятно. И заходим в столовую номер 7. Хвалят постоянно. Можете увидеть сразу, да? Мы смотрели, для этого столового здесь было немного людей. А в номер 7 и 4 людей прям очень и очень много. Я вам все поближе покажу. И цены. Итак, выкладка выглядит. Девочки, все в шапочках. Это прекрасно. Ну, смотрите. Есть и пластиковая, и мега-разовая посуда. Каждый выбирает на свой вкус. Есть салфетки. Компот пошли. Охлажденные лимонады. Можно мохито за 8 заказать. Здесь салатики находятся. Вот как бы поближе вот эти цены. Потом я крупно покажу, которые там показаны. Честно, хорошее. Красиво, спасибо. Теплое, где пришло, братик. Ну, смотрим дальше. Так вот, ребятки. Ну, если тут нечего поесть, я прям в шоке. Ммм, прям вкусняшка. Смотрите, пожалуйста. Дальше, ребятки. Так, профильное пюре, допустим, за 70, 310. Как это по-домашнему. Я думаю, что вы разглядите цены, мои дорогие. Будет у вас шок, другой контент. В общем, выбор большущий. Ну, собственно, кофе, капучино, латте, кофе, растворимый. Ну, и вот они, все остальные ценники. Сверху можете увидеть. Допустим, борщ со сметаной 70 рублей. Столовую, честно, прям, ну, очень хвалят. Поэтому я могу вам ее советовать. Я сам здесь ел, по-моему. Не помню, потому что это в прошлый год, либо позапрошлый. Было вкусно. Но также, ребятки, есть здесь и детские стульчики для кормления. Большое помещение. Все круто. Значит, а теперь мы можем возвращаться обратно. К пешеходному переходу. В другой стороне у нас находится столовая придорожная. И гостевой проезд. Сам в ту сторону. Давайте еще на придорожной посмотрим, что по ценам. Но перед этим ознакомимся с ценами на фрукты. За рекламу спасибо. Даже придут нам говорят, что в реакцию. Я же не рекламирую. По-честному, есть цены. Это же круто. Показать, молодцы. Дай бог, чтобы так и было. Смотрим. 170 помидоров, 120 огурцы. Есть по 200 огурцов. 180 лук. 350 виноград. 350 груши. 280 персик. 350 нектарин. Сливы по 120. Дальше яблоки 120. Груши 300. 370 черешни. 450. Дыни по 120. И 45. 400, не да, 45. У нас арбузики 35. Вот такая вот дынька есть. То есть выбор по фруктам. Я с первого раза не записалась. Надеюсь, что я все правильно сейчас назвал. Дальше рыбка продается. И столовая придорожная. Все-таки давайте по ценам посмотрим, что здесь, по чем. Смотрим цену столовая придорожная. Если что, ставьте на паузу, чтобы все разглядеть. Тоже хорошие отзывы о ребятах. Если что, покупайте вкусняшки. Там можно посидеть. И здесь выбор готовых уже блюд. Время раннее. Я думаю, что к ним пойдут. А так на них выпадка уже все сделана. За стекушками в холодильнике. Большие. Молодцы. Их вам. Здрасте. У вас зимние вещи. Вдруг, если вы замерзнете на юге, то приходите к девчонкам, они вас оденут, да? Запросто. Есть шубы, свитера. И что-то вот даже есть для пляжной одежды. Как диваны вязаные. Вот-вот. Если вдруг холодно, приходите обязательно. Хорошая работа. Здесь на углу экскурсии звучит музычка. И мы с вами, наверное, сегодня будем полностью смотреть весь гостевой проезд, чтобы разглядеть все, что здесь продается. Экскурсия еще есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Представляетесь? Подписывайтесь, Елена Иванова. Очень приятно. Как вам отдыхается здесь? Первый день приехали. И прямо хотели вас увидеть. Ну, это прекрасно, чтобы с вами встретились. Всего хорошего. Может, привет кому-то хотите передать? Привет, наверное, с работы, девчонкам. Лена Страховой. Вот. Ну, вообще всем. Этому горду Анаге, конечно. Всем привет. Чтобы всем хорошо отдыхалась. Ну, вам хорошего моря. Чтобы оно там было прекрасное. Я просто сам не знаю. Но оно теплое 24 сегодня. Оксане, конечно. Большой привет. Оксана, тебе привет передали. Я ей покажу отдельно это видео. Все, свидание. Спасибо. Здравствуйте. Смотрим гостевой, ребятки. Здесь также все есть. Все прекрасно, классно на этом проезде. Со всех сторон все работает. Мороженое славится. Также цепочки. Одежда разнообразная. Круги, матрацы. Все есть, ребятки. Что вам только надо и не надо. Добрый день. С правой стороны стола. Кто заработает. И мы можем дойти уже до следующей фруктовой точки. Где также все, ребят, подписано. За что им спасибо. На этой точке меня попросили не показывать цены. Ну, значит, не будем этим заниматься. С той стороны также есть, ребятки. Фрукты, овощи и все остальное. Дальше детский парк работает. И смотрим по сторонам. Тут еще. Кстати, есть не открытые торговые павильончики. Но в основном все работает. Работает. Красота. Джаматинский проезд прям очень радует меня. Мы прошли с правой стороны вход в Динамо. Там также работает парк троцинов такой небольшой. Батутный для детей. Здесь плетут косички. Пиво, соки, воды. Шляпки слева стороны продают. Да даже чемоданы. Чтобы ехать за Напо и сложить все, что вы накупили. Здесь на проезде есть. С правой стороны. Фиш пилинг. Еще фрукты. Овощи горячие. Кукуруза. И слева стороны. Рыбки. Белое, афинское, красное пиво. Господи, что только нету в этом джамате. Чего здесь только не придумают уже. Здесь далее. Проход делится на два. Можно идти дальше поверхнюю часть. Либо вообще изначально идти по низу и выходить через проход Динамо. С другой стороны продают рыбку разлимную. Хадыжинская. Дальше выбор ракушек и разных поделок. В прошлый раз мы ходили через Динамо. В этот давайте пройдемся по прямой. Посмотрим, как здесь. Фрукты тоже есть. Ценники. Молодцы. По 350. Здесь черешня. Арбузы продают. В общем, чем ближе к морю, тем больше становится торговля. Ну и так как снизился проход, люди здесь еле-еле между другом расходятся. Так что собаки на пляже. Здесь еда, оазис и вода. Друзья, нет слов, короче. С левой стороны торговля. Посреди уже тут торговля. Столики, на которых можно посидеть. И так же здесь работают и кофе, и шашлыки, и ровы, пицца. Делают все, что надо. Чеборец за 150. Привет. Три штуки за 200. Пиво, например, светлое от 70 тоже стартует. Самое важное, это многоморечки. Если после моря можно выйти с чистыми ногами. И слева, и справа стороны выбирать, где вам удобнее. Через Динамо идти или сюда. Здесь у нас девушка косички предлагает, другая экскурсия. На экскурсии люди очень много собираются. И выходим на Динамо. Здесь проход все так же краши и краши с каждым днем становится. Есть подсветочка. И выглядит это прям очень классно. Торговые павильончики с правой стороны. Здесь фудкорт, но он что-то не работает. Пока качелька, экскурсии тоже морской порт предлагает. Здесь надо уходить по раздельным полосам. На пляже, кстати, очень удобно. Потому что одни в одну сторону идут, другие в другую. Но взаимный обгон будет возможен только по песку. Здравствуйте, наши пляжи Дюны. Посмотрим, как здесь на море. Меня это больше всего интересует. Так вот выглядит поток людей, которые двигаются на пляж. Тут зарядку делают. С левой стороны на пляжике. И можете увидеть сам пляж. Как выглядит по кругу. Людей, ну, прям много. Здесь снизу работает туалет. Как бы вид на пляжике мне очень нравится. Приходишь такой на джимы, ты смотришь по сторонам. Какая здесь красота. И как тебе это нравится, да, дорогие друзья? Там ребятки фотографируются. Тоже очень красиво. Все. Осталось только на море дойти, поглядеть, как там ждет оно вас и меня. Здесь на батуте прыгают, ребята. Это с правой стороны еще косички. Там туалет. Как я вам показал сверху. Тут кинотеатр есть на пляжике. Я думаю, в вечернее время можно прийти что-нибудь посмотреть. Так что пользуйтесь. Переодевалки. С левой стороны, ну, помимо батутов, также есть барная территория. Тут места для колинги. Массажное отделение. И еще звонки. 400 рублей стоимостью здесь для отдыха. На барах можно прикупить прохладительные напитки. С левой стороны заборчик. Ну, в принципе, на этом, я думаю, все туда дальше. Еще одна барная территория имеется. Вышка спасательная. И медпункт. То есть в пляже вся инфраструктура присутствует. Выходим к морю. Будем посмотреть, что здесь есть. Есть. И на пляжике лежаки на гостем по 400, как я и сказал. А по прямой у нас очень много людей прижалось на берегу. Так вот, если посмотреть, можно прям очень удивляться. Ребятам спасибо всем, кто приехали. Вы капитальные красавцы. Дзематы. Круто. Но людей здесь, честно, видите, поменьше, чем на первом проезде. Или в Витязи, потому что есть места между ними. Можно найти, где прилечь. Поэтому спокойно можете на гостевые проезды приезжать. Круто, думаю, будет так же. Это дальше от центрального. Поэтому, в принципе, здесь более свободно и хорошо. Вот так вот. Можно размещаться. Не хватает, наверное, только вас, ребятки. Приезжайте, отдыхайте. Лето 2024 года. К середине подходит. В самом-то деле смотришь, сколько людей. И радуешься за всех. Какие вы молодцы, что к нам приехали. От души вам всем всего светлого и ясного. Хорошей погоды. Солнышко прекрасного. Ну и отдыха самого безопасного. Как говорится, о чем еще могут мечтать наши дорогие туристы. Как о том, чтобы приезжать и отдыхать. Самое главное, чтобы хватало на всех туалетах и люди не ходили в море. Это прям просьба большущая. В каждом видео я его озвучиваю. А так всем хорошего, прекрасного отдыха. 33,3 температура воздуха в море. Ну и давайте подойдем и глянем, как здесь оно волнуется, ждет. Будет ли рада нам. Переговая линия, кстати, очень широкая. Это действительно круто. Чуть-чуть есть зеленуха под берегом. Думаю, что это мелочи, которые не должны восполнить. Дальше я смотрю, что водичка там уже красивая и чистая. С левой стороны туда дальше я смотрю, что в сторону первого проезда много мест, где водорослей много. Так, заходим в воду. Давайте ее замерим, какой она температуры, кстати, возле берега и воздух немножко подупал. Дальше мы пойдем в сторону кривого прохода. Посмотрим инфраструктуру всю оставшуюся там. Машите ручкой, как зовут? Ахаю. Вас? Мария. Привет всем туликам, родителям, бабушкам, дедушкам. Как вам отдыхается? Шикарно. Мы сегодня первый день только вот ножки помочили. Это прекрасно. Хорошего отдыха. Спасибо. И дальше будет только хорошая погода и теплое море. До свидания. Спасибо. А температура воды 25,1, дорогие мои. Красота. Все, как я обещал, сегодня 25. Кто телегу смотрел, 24 было. 25. Было прекрасно. Смотрим, как отдыхают наши любимые гости города-курорта Анапа. Для того, чтобы не было все красиво и прекрасно. Умиление, наслаждение у каждого, красота. Это причем не какой-то центральный пляж, повторяю. Джуматэ, самые такие отдаленные места. Просто фантастика. Сколько людей. Всем благодарен, кто к нам приехал. А то все, вам спасибочки большущие. А то дальше просто берег кишит. Давайте в правую сторону посмотрим. Как выглядит отдых у наших дорогих и любимых. Просто прекрасно. Ну там где водоросли, видите, людей не так вышло много. А вот в сторону Джуматэ, помните, я снимал первый проезд, там берега не видно. Все, люди. В ту сторону Анапу, везде так. Так, ну а мы отправляемся дальше по побережью. Тут все хорошо, насмотрелись. На отдых других пора. И нам до кривого прохода еще дойти. И можно увидеть, что буквально пару шагов вправо. И свободных мест становится прям очень много. И тут, видите, люди не стоят, а лежа сидят, загорают. Ну и в водоросли под берегом тут становится чуть-чуть больше. В водоросли перешагнули, пошли дальше, отдохнули. Вот когда гниют водоросли, тогда, конечно, прям грусть, печаль. Тут дальше вижу, что батуты огромные под дюми восстановлены. Барный территорий. Две тысячи, кстати, стоит вот такое вот. Бунгало с кроватью для отдыха на сутки. Если что, номер, да, у некоторых там людей стоит дешевле, чем это бунгало на пляже посидеть. Ну, проходим дальше, батутка уже более чистая. Вот это чуть-чуть водоросли под берегом, и все. И совсем просторно и пустыно на берегу с каждым шагом становится. И так вот все меняется для тех людей, которые прогуливаются влево-вправо. Ну, тут, возможно, за водоросли, конечно, что-то скажет. Ни кто не хочет возник отдыхать. Ну, по факту, бывает часто там, где много водорослей и людей еще гораздо больше. Водные аттракционы. Что-то как-то никого в батутах нету. Странно это. Панорамочка вокруг. Красота? Да и только, ребятки. Интересно, до кривого прохода найдем чистое море или везде будут у нас вот так вот водоросли, которые многие прям не любят и боятся их. Говорят, до прошлого шторма гнили водоросли, но сейчас вроде все разбило. Вони никакой не вижу. Это очень радует. В правой стороне у нас выход с Динамо как раз-таки на пляжные территории. Тут отломали, так как там рано горку идти, то есть просто бесплатно в море катаются. Вот такие у нас отдыхающие. Все приспособили. Ну, для тех, кто боится водорослей, наверное, не лучше. Место будет для отдыха. Я сегодня был в районе Кавказа. Там водичка была, в принципе, чистая, практически чуть-чуть ленухи под берегом. Но здесь, мне кажется, каждый год одно и то же. Вот в этом месте, вот Динамо выхода, собираются водоросли, потом они гниют, воняют, и люди из этого повода расстраиваются. Тут готовятся на банан. Уже посадка идет во все. Ведь можно было бы их убирать, но пока не хотят почему-то. Вот даже здесь можно увидеть, как кто-то набросал на береговую линию, их прям очень много. Там вот девочка сидит и водоросли с моря убирает. Целую туч на собираемся. Смотрите. Оп-оп. Молодец. То есть, если захотеть, здесь было бы уже совсем все чисто. Вот так вот опасно. Оставлять, ребят, можно сломать. Бро! Идем дальше. На вас подписаны. Подписаны, да. Хорошего отдыха вам, ребятки. Здесь я пляж показывал Курортного Олимпа. Муря, у них, к сожалению, вот эта территория тоже сейчас с водорослями. Вот туда дальше вода уже будет почище. Здесь у нас такая вышка современная на пляже Понта стоит, как в городе Курорте Анапа под спасатели. И вот, собственно, смотрите, да, мы прошли чуть дальше, прям, правой стороны. И здесь можно отдыхать, ребятки, не боясь водорослей. Такой тоненький перещейк. И дальше чистая водичка пошла. Переступили и купайтесь. Ну, вот здесь, конечно, заводь прям огромное количество водорослей. Это выглядит очень печально. Что-то я смотрю, водоросли прям туда дальше, дальше, дальше идут. Вот, ну вот, люди лечатся ими на коленке, на кладке берет, от артрита помогает. Если пробовали, то и пишите, помогу вам или нет, будет интересно. Смотрим в левую сторону. В конце экрана не видно, здесь чистый заход, в правую сторону то же самое. Ну, народ входит, через водоросли купается чуть дальше. Конечно, печально. Что так? Такие вот замки с украшениями из водорослей. Здравствуйте. Мы с вами на 15-е число на фотосессии, я вам сегодня писала. 15-е июля? Да, напоминала. А, а то это вы про нас помните, да? Да, да, да. С утра я думаю, блин, что я забыл? Нет, это мы. Мы записаны, все хорошо, не переживать. Как вам отдыхается? Все отлично. А где отдыхаете? В фонтусе. И все нравится? Отлично. А цена вопроса сколько? Мы в январе заказы. Ну, без разницы, сколько вы заплатили? 90. За сколько дней и сколько человек? С 7 дней. За троих, получается? Нет, она без клавиона. Ну, параллельно. Ну, вас же трое отдыхают. Считается человеком. За троих 90 тысяч, 9 тысяч с питанием. Да, трехразовое питание, анимация, бесплатный алкоголь. Вообще все. Идеально? Да. Я вам даже завидую. Такую еду, это вообще просто. Да, мы приедем, наверное, вот такими животами. Так, вы на фотосессию чуть поменьше кушаете, пожалуйста. А то будете мне говорить, что это у нас живот так чеет. Вам хорошего отдыха. Спасибо большое, что смотрите. И жду на фотосессию от души. Пока. И здесь можно увидеть, как помогают водоросли. От чего, можете сказать, лечитесь водорослями? У меня вообще коленки болят. Я положила, знаю что, лечебный эффект от них есть. Я знаю, многие вот покупают водоросли. Дай бог, чтоб помогло. Оттенки на лицо кладут. Где покупать, я пойду продавать, говорите. Многие. По всей стране. Вот наши прям анапские. Более чистую водоросли. Почему нет? А где они еще растут? Давайте разберемся. Ну не в Анапе берут их у нас, к сожалению. Я был бы счастлив. Чтобы вы понимали, у нас брать водоросли из моря запрещено законом. Да. Да. Так что вы нарушаете закон. Ну, вам здоровья от души. Пускай коленки не болят. Договорились. Все хорошо. Так, двигаемся дальше. А если было разрешено, мы бы уже все продали. Я думаю так. Я хотел еще вправо пройти. Показать вам вот эти пляжки. Дальше там Сибур-Юг. Но я, честно, не ожидал, что сегодня столько много людей здесь на море увидим. То дочь прям нескончаемое количество. Ну, всем желаем хорошего отдыха от души. А так вообще красота. Смотрите, дорогие друзья. Тут есть небольшие просветы. То есть вы поместитесь 100%. Приезжайте к нам даже этим летом от души. Причем дальше, тем больше людей. Это вот район пляж Феи-3. Там есть же с ними. В сторону Кавказа. Смотрите дальше, друзья мои. Как все выглядит. Йо-хо-хо. И бутылка рома. Хайфово, да? Столько народу. Это джиматэ за кривой проход. Я что-то думал, тут будет меньше людей. Но мне кажется, что здесь, по-моему, еще больше народу. Значит, в этом году понадобится найти свободные места. Прямо очень-очень сложно будет. Конечно, от души и благодарим всем, кто приехал. Вы большие молодцы. Хорошего всем отдыха желаю. Все, люди потихоньку собираются домой. Время 10.35. Ну и мы пойдем. Фонтус похвалили, как вы слышали. Подписицы. Это прекрасно. Сегодня вот с Феей-3 был отзыв по питанию. Со второй, прошу прощения, сказали, что не очень нравится. Я что-то забыл записать отзыв. Ладно, так, со слов. Ну, это, как говорится, вкусовые характеристики. Кто-то счастлив, кто-то нет. Олимпф и Мориа тоже. Довольные счастливые люди. Я надеюсь, очень на это друзья отдыхают. Желаем всем прекрасного, простого отдыха. У них тут даже тренажеры на пляже. И девчули так бодро крутят педали. Жарковато, конечно. Становится, сейчас на дюнер замерить, 34,5 воздух. Чувствуется изменение. Вот выше 33, на солнце, и с перистых облаков вышло. Я думаю, что это еще самое важное. Так что, желаем им хорошего отдыха в Фонтусе. И надеемся, что у всех, кто будет отдыхать в дальнейшем, будут такие же эмоции. Тут на дюнер можно перебараться, чтобы по настилам не ходить. Ну, здесь он скривой проход. Тут главное по-быстрому идти. Иначе пробка создается. Все-таки надеюсь, что когда-то, когда эта база получит инвестиции, с правой стороны ее перестроят, и здесь делают шикарное место к проходу к морю, к пляжу. Можно коммерцию какую-то там реализовать. Но чтобы было это все комфортно и красиво. Самое главное для всех. Пока же вот по таким настилам мы идем на пляж. И чуть-чуть совсем мы пробрались практически на выход. Можно обуваться уже. Так как дальше нам только будет асфальт встречаться. Вот из-за этих всех извилин этот проход назвать кривой. Хорошо, тут хоть коммерцию поубирали. С одной стороны, с другой стороны, тут был вкуснейший махито. Нам очень нравился. Тут усилился ветер и запах такой. Фу. Откуда-то где-то мусор сказал. А может быть ту, которую он показывал. Тайване отсюда, на Пионерском проспекте. Здесь сейчас нечего показывать особо вот в этом месте. Потому что с правой стороны забор. Убрали всю коммерцию, как я вам и сказал. И все. Здесь мы подходим уже с левой стороны. Дюны золотые. По прямой лукоморье. Я вам с той стороны показывал у него вход. Здесь мужики жарят чашлыки. По ценам свинина 100 рублей за 100 грамм. Все в холодильнике. Красиво. Наливают напитки. Такая вот зона отдыха. Фух. Красота. Сосны. Здесь ведется видеонаблюдение какое-то. Тоже непонятно зачем и для кого. Но здесь фрукты и овощи торгуют наши тоже друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что у вас по ценам. Ценки? Да. Нормальные цены. Черешня. Черешня 350. Виноград. Винограды разные. Виноград есть 350, есть 60. Ага. Картошка. Еще же не местная. Картошка 70. Огурцы. Огурчики 100. Помидоры. Помидоры 170. Что у нас еще такое интересное. Ну вот большие персики или это нектарин? Нектарин. Нектарин. А вот такие нектарины? Нектарин. Ага. Агуре есть 250. Понял. Абрикосы. Абрикос для слива. Слива. Слива 150. Хорошо. Смеетесь. Вы сами тут много всего так наложили. Ну ладно, это у нас не особо. И арбуз с дыней. Арбуз 45, длине 150, это уже детский немецкий. Понял. А кукуруза? Кукуруза, ну это 80 рублей. Армянский сникерс? Сникерс 50, там 150 и вообще 200. Понял. Спасибо. Хорошей работы. Спасибо. Ну я думаю, на все спросил, что вы хотели бы узнать. Здесь косички. Дальше разная одежда. С левой стороны частный сектор. Машины порез не занимайте. Тут вот стоит она. Как говорится, так и живем. Ну что, на этом месте мы можем с вами завершать наши действия. О том, что мы все сделали это. Да, вот видите, эта мусорка там воняла в пароходе. Прикиньте, откуда почувствовал вонь вот этой мусорки здесь на перекрестке. Рядом находится полиция, которая по-хорошему могла бы написать заявление, не оштрафовать бы тех людей, которые позволяют, чтобы мусор у нас валялся на территории. Ну вот так и живем. Как говорится, грустенько. Ну мы еще, думаю, с вами не прощаемся. Бензина, правда, мало осталось. Ну давайте рискнем, доедем до секретной столовой. То, что шло там, девочка упала. Молодцы женщины, все, подлетели там, водичку, все. То есть тепловой удар. Ребятки, прикрывайте голову, пожалуйста. Ну и в такую жару лучше всего не гуляйте сильно. Вот так, более-менее люди тренированные. Наши белые гости с центральной России вам, возможно, это, ну как сказать, нелегко будет перенести. Понятно, что это большая редкость тоже. Но не хотелось, чтобы вы именно оказались в числе тех людей, кому стало плохо. Посмотрите на это, ребята, джемотэ, где раньше была секретная столовая. С левой стороны у нас Олимп. А тут просто, ну без комментариев, спряталась. Куча. Так, ребятки, мы опять на Буковой 12 приехали. Джемотэ, райончик Динамо у нас. Спускаемся на цепольный этаж в гости к Марине Торегин. Смотрим, опять завтрак-ужин. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что у вас сегодня есть такое вкусное? У нас опять вижу сладкое. Это вот сочинь. Вот это что? Это запеканочка. Ой, это омлет. Это пицца. Дальше. Это запеканочка. Это блинчики с мясом, с горогом. Угу. По салатикам. По салатикам. Огурчики суточные и по-корейски. Угу. Перчик фаршированный. Корочка жареная. Гуляшик вот такой говяжий вкусненький. Вот. Видишь, какой мясок? Бюшсекс. Шницель. Жаркое по-домашнему. Угу. То есть, можно прийти и кушать вкусно. Сейчас я этим и займусь. Также есть напитки, яички. То есть, ну, все в меню. Сейчас надо дополнять, но вам покажем. И также прекрасная пирожечка. По ценам на сегодняшний день, на обед. Яйцо вареное 20. Салат, огурчики 50. Кабачки по-корейски 50. Щи 100. Полпорции 80. Суп вермешиливый 100 порция и полпорции 80. Перец фаршированный на штука 100 рублей. Жаркое по-домашнему 250. Щеница с гарниром 200. Вифтер с гарниром 200. Гуляш с гарниром 250. Корочок куриный с гарниром 250. Сарделька говяжья с гарниром 150. Гарниры. Пюре, картофельное, гречья, макароны. Все по 50. Выпечка. Запеканка творожная со сгущенкой 100 рублей. Блинчик с мясом 40. И с творогом также. Омлет с помидорами 100 рублей. Пицца 350. Сочи с творогом 60. Наполеон 150. Пирожная картошка 70. Компот 30. Напиток 30. Хлеб под один кусочек 2 рубля. Дегустируем шницель. И едим, как всегда, гуляш с пюрешечкой. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кто с той стороны будет со мной вместе обедать. Какой кайфовый. С хрустящей корочкой. Разрез его показывают. А еще это с пюрешкой. Гуляш. Это тот гуляш, который, наверное, раскусняешься пока. Распадается на волокна, тает во рту. Фантастика. Первое мы попробовали. Теперь пробуем рагу подмашь. Это, видите, просто губами мясо и картошечка. Лично для меня, наверное, одно из топовых блюд это соус. Как раз-таки рагу по-домашнему. Не знаю, как вы к нему относитесь, но напишите об этом обязательно. Мясо просто тает во рту. Прям это чистый кайф. Ребята, я что-то хотел про перчика рассказать, но он так быстро залетает, что он простить не успевает. Очень вкусный фарш. И сам перец снежный. Классный. Потом сидишь дома и грустишь, вспоминая про все это самое вкусное еду. О, господи, как это было вкусно и прекрасно. Теперь можно садиться в машину и отправляться на монтаж домой. Немножко о ценах у нас в Краснодарском крае. Посмотрите, сотка 72,75, 95,60,40. Это G-Drive 95,59,00, 54,25,92, дизельное топливо 61,15. Вот сейчас будут G-Drive 95,00 и лить по 60 рублей. Когда-то мне это казалось прям пипец, как дорого. Еще год назад на почти 10 рублей стоило дешевле. Так и живем, ребят. Вроде бы у нас добывают, у нас обрабатывают, нам же продают, но цены у нас растут. При этом в Европу санкции не везут, то есть запрет на вывоз стоит. Почему что так дорожает? Пишите в комментариях, что ваши. Деньги, короче, обесцениваются. Вот что я могу сказать. Это самый важный момент из всех подорожаний. Не то, что кто-то больше зарабатывает. То, что деньги становятся просто бумагой. Все больше и больше. А я стою такой на парах. Не заправится, не вариант. Так что души спасибо всем, кто поддерживает донатиками. Вы капитальные красавчики. Сейчас трешка в баг залетит минимум.